Всем привет! Как оценить состояние двигателя? И что лучше для этого подойдет? Компрессометр или пневмотестер? Давайте проверим! Двигатель 2.5 TDI V6 на Audi A6 C5 AKN Состояние мотора визуально так себе То есть зимой он уже тяжело заводится, тяга уже не та И стоит вопрос о том, стоит ли его ремонтировать или может быть сразу заменить Ну что ж, сначала давайте попробуем проверить его состояние компрессометром Буду использовать компрессометр YATO модель YT7307 Тут целый набор, нам из этого набора много не надо Сам компрессометр и переходник, который будем вкручивать вместо свечи накала Переходник вкручен вместо свечи накала первого цилиндра Все свечи накала выкручены И подсоединен манометр для проверки собственной компрессии Конечно же компрессия, как бы, дело весьма относительное Но, тем не менее, иногда это очень полезно посмотреть Вот, свечи все выкручены для того, чтобы мы замеряли компрессию именно в том цилиндре, в котором мы будем мерить Чтобы остальные поршня компрессию нам не создавали Как прокрутить стартером, если вы один На Audi A6 C5 это вполне реально сделать Есть такой вот разъемчик на три провода Вот сверху красный провод Данный разъем отстегиваем И на нижнюю фишку, на красный провод Именно красный провод Подаем плюс То есть, вот у нас аккумулятор Одеваем клемму И подаем плюс с аккумулятора На нижний и красный провод Так, провод подключил Итак, первый цилиндр Поехали Да, как-то очень все печально Всего лишь около двух бар Второй цилиндр Закрутили переходничок Смотрим 24 Третий цилиндр 24 Отлично Подключили на другую головку Четвертый цилиндр Смотрим Да, ну тоже Даже до пяти не дотянуло Слабенько, конечно Пятый цилиндр Смотрим 23,5 Тоже хорошо И шестой цилиндр Смотрим Так, накачало Очень даже неплохо 25 Результаты Приведенных замеров Я записал Да, конечно Они неутешительные Первый цилиндр Два бара Второй Двадцать четыре Третий Двадцать четыре Четвертый Пять бар Пятый Двадцать три с половиной И шестой Двадцать пять Все в принципе Неплохо Кроме Первого и четвертого цилиндров Вот Это очень слабенько Скажу еще Что Делал я на машине Замеры на горячую И на горячую В первом цилиндре Было около Восьми бар В четвертом Было пятнадцать То есть сейчас Двигатель холодный То есть сейчас Я делал Замеры на Холодном двигателе Также для оценки Состояния двигателя Есть Такой очень хороший Прибор Пневмотестер Марка Ликота Маркировка АТП 2106Б Вот Очень классная Штука Суть данного Прибора Подаем Давление До Четырех Бар Даже можно Три бара Вполне Достаточно Поэтому Манометру Смотрим Сколько мы подаем Поэтому Манометру Смотрим Утечки То есть Смотрим Как быстро Воздух Из цилиндра Уходит И более того Мы можем Посмотреть Куда он уходит Либо во впуск Либо через выпуск Либо через поршневые кольца Для этого прибора Необходимо Специальное приспособление Какой-то Маркерный диск Для того Чтобы мы Смогли Поднимать Каждый поршень В верхнюю Мертвую точку Я данный Маркерный диск Сделал На Базе Маховика ТНВД Просто Снимаю Родной Ставлю Этот И Прокручиваем Двигатель Переходник Вкручен В первый Цилиндр Подсоединен Воздух С Компрессором К прибору Кручу Двигатель Я За два Болта Центральных Распредвалов В принципе Конечно Так делать Нежелательно Нужно Крутить За Болт Коленвала Когда Перец Собран Это Делать Конечно Очень Крайне Неудобно Поэтому Если Свечи Накала Выкручены То Двигатель Прокручивается Очень легко И причем Здесь Усилия Никакого Мы особо Не даем Так Чуть Вращаем Одновременно Двумя Ключами И Мотор Прокручивается Очень Хорошо Итак Выставили По маркерному Диску Первый Цилиндр В Верхнем Мертвую Точку И Подаем Давление В Прибор Смотрим Что мы Будем Иметь Так Что-то Где-то Шипит Шипит Очень Сильно Что Шипит Шипеть У нас Может Где Либо Через Маслезаливную Горловину Тут у нас Не шипит Либо Через Впуск Вот Я Закрываю Впуск Так Звук Изменяется Слышно Реально Что здесь Шипит Это означает Что Это означает То Что Впускной Какой-то Из двух Впускных Клапанов Не герметичный Либо он Треснут Либо Что-то Еще То есть Клапан Не закрыт Хотя Должен Быть Закрыт И На приборе Мы В принципе Видим Что Утечки Составляют Порядка 95% То есть Я подал Два стоны Бара Давайте будем Ориентироваться На Три бара Допустим Подал Три бара Шипит Стало Еще Больше Утечки 90% Будем считать Но это Очень много То есть Здесь Просто Дыра Вот В первом Цилиндре Как нам Показал Пневмотестер Проблема Имеется Со Впускным Клапаном Идем Дальше Маркерный Дик Стоит На Втором Цилиндре И Смотрим Показания Так Подаю Воздух Стрелочка Сразу Стала Подниматься Вот Замечательно Ноль Поставлю Сейчас на ноль Утечек Ноль Утечек У нас При 2 И 7 Бара То есть Я подал 2 И 7 Бара У нас Ноль Утечек Исходя Из опыта Это Состояние Поршневой Группы Замечательное Очень Хорошее Третий Цилиндр Смотрим Подаем Воздух Давление Утечки Сразу Падают Ноль Течек На 2.8 2.9 Бар 2.9 Где-то Переходим На другую Головку Четвертый Цилиндр Вкрутили Так И Подаем Давление Смотрим Показания Сразу Слышно Шипение Так Ну все Больше Не подается 90% Утечек Практически Тоже Чуть Меньше 85% Утечек И Утечки У нас Идут Во Впуск То же Самое Что и В первом Цилиндре У нас В четвертом Цилиндре Проблема С Впускным Клапаном Вот Через турбинку У нас Ничего Не Выходит Вот Проблема Именно Здесь Будет Пятый Цилиндр Подаю Воздух Так Ну вот Утечки 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 0% При 2.8 Бар Ну Как бы В принципе Неплохо Последний Шестой Цилиндр Замечательно Как бы Идет Все Так 0 Утечек При 2.7 То есть В принципе Состояние Шестого Цилиндра Тоже Хорошее Итак Что мы Имеем При проверке Пневмотестером Получили Первый Цилиндр 90% Утечек Через Впускной Коллектор Второй Цилиндр Хороший Третий Хороший Четвертый 85% Через Впускной Коллектор Пятый Цилиндр Хороший Шестой Хороший Если Подвести Итог Что можно Сказать Что конечно У моториста Который Занимается Ремонтом Двигателей Хорошо Было бы Чтобы Было Два Прибора И Компрессометр И Пневмотестер Почему Вот смотрите Вот даже На этом Двигателе Примере Этого Двигателя Получилось Что Компрессометр Показал Что Нет Компрессии В Первом И Четвертом Цилиндре То есть Однозначно Мотор Мусор Надо его Менять При Проверке Пневмотестером Выяснилось Что В принципе Состояние Остальных Цилиндров Более Менее А В Цилиндре Один Где Не Было Компрессии И Четыре Действительно Дела Обстоят Плохо Потому Что Мы Видим Очень Большую Утечку Но Мы Увидим Утечку Через Впускной Коллектор То есть Теоретически Данный Мотор Можно Сделать Если Снять Головки И Разобраться Что Что Их Замена Снятие Головок Ремонт Головок И Установка Теоретически Поможет Конечно Мы Опять Не Знаем Состояние Цилиндропоршневой Группы В Первом И Четвертом Цилиндре Потому Что Сильная Утечка Через Впускной Коллектор Вот На самом Деле Может Быть Такое Что Мы Сделаем Клапана Поставим Через Клапана Утечки Не Будет Но Зато Окажется Прошневые Кольца У нас Плохие Вот И Это Опять Мы Узнаем Только Тогда Когда Мы Все Соберем Ну Вот Такая Вот История Но Тем Не Менее И Компрессометр И Пневмотестер Выполняют Свою Очень Важную Функцию И То И То Очень Даже Необходимо Вот Так Друзья Всем Спасибо И Удачи